Продолжение следует... Вебинар проведет наш постоянный спикер Марина Орешко. Сегодняшняя тема – библиотечные видео, буктрейлеры и видеолекции. Ну а перед тем, как передать слово Марине, как всегда, несколько общих слов. Я повторю тот набор ссылок, который был в самом начале чата и который уже сейчас недоступен. Поэтому те, кто сразу не ознакомились, пожалуйста, обратите внимание, что здесь три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академии и на его главной странице вы можете познакомиться с расписанием. Теперь уж только на две недели до конца июня месяца. Дальше мы до сентября прерываемся. В этом расписании вы можете прямо из расписания зарегистрироваться на наши вебинары. Запись этого вебинара ведется, как и все записи предыдущих вебинаров. И эти записи выкладываются на нашем видеоканале на Ютубе. Вторая ссылка ведет именно туда. Обращаю ваше внимание, что на нашем видеоканале уже более 300 записей наших вебинаров. Наконец, третья ссылка предназначена для тех, кто интересуется вопросами онлайн-обучения. И там представлено наше предложение компании Директ Медиа по онлайн-курсам. Отвечаю на общий вопрос по поводу сертификатов. Несмотря на то, что мы уже месяц пишем это в наших рассылках, появляются вопросы. И на эти вопросы вы можете найти ответ вот здесь, в первой записи. Если вкратце, наши сертификаты теперь не рассылаются, а их вы можете получить на нашем сайте по своему поискам, по своему имени и фамилии. Я хотел бы также представить два следующих наших вебинара. Вебинары, которые состоятся завтра и послезавтра. Завтрашний вебинар – это наш вебинар по истории искусства. И проведет его, как всегда, наша постоянная ведущая Софья Багдасарова. Вебинар будет называться «Почему импрессионистов и прерафаэлитов современники считали безобразными художниками? И почему из-за них возникли перформансы и хеппининги?» Вот такое вот слегка витиеватое, но соответствующее теме название. Замечательное. И в среду будет мой вебинар. Да, обращаю ваше внимание, что Софья ведет свои вебинары не в 12 часов по московскому времени, как обычно у нас проходят вебинары, а в 11 часов. Ну и, наконец, в среду будет мой вебинар в 12 часов по московскому времени. Новые выпуски от Татеки. Прошу любить и жаловать на эти вебинары записываться. Заранее прошу прощения. У нас сегодня, как обычно, когда Марина ведет свои вебинары, полный зал, что говорится. И, может, кто-то из вас, возможно, не сможет проникнуть на вебинар, если случайно из него выйдет. Вот. Ну и, соответственно, как у нас раньше бывало, у Марины иногда бывали проблемы со звуком, после которых необходимо было перезапуститься. Я боюсь, что сегодня могут быть проблемы с перезапуском, так что будем решать по ходу действия, если будут опять проблемы со звуком. Ну что ж, коллеги, я думаю, что я сделал все свои предварительные объявления и хотел бы передать слово Марине для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу на связь. Уважаемые слушатели, коллеги, добрый день. Добрый день. Я надеюсь, меня слышно и видно. И начнем наш вебинар, который я сегодня посвятила библиотечному видео. В последнее время в библиотечной практике очень часто видеоролики используются, и все чаще, и все интереснее они становятся. И сейчас уже используют не только видеоролики, которые взяты из сети или на мероприятиях показывают фрагменты из экранизации произведений, но все чаще библиотекари демонстрируют свои собственные видеоролики, свои собственные информационные продукты. Это могут быть и записанные громкие чтения, и постановки видеоспектаклей, и видеолекции, и буктрейлеры. Вот сегодня как раз более подробно поговорим о том, что такое видеолекции, буктрейлеры, и как их можно создавать, с помощью каких инструментов. Формат видео выбран не случайно, потому что видеоинформация обладает, по сравнению с презентацией, более лучшей запоминаемостью. Это уже доказано, что более 60% информации запоминается и в формате видео, потому что задействованы оба канала восприятия, и слух, и зрение. Видео большой плюс в том, что его можно просматривать не только на стационарных компьютерах, но можно и на мобильных устройствах. И поэтому читатели могут в любое время посмотреть ваш видеоролик, и в том числе и со смартфона, и с планшета, и в любое удобное для них время. Это тоже, конечно, большой плюс. И еще один большой плюс видеороликов в том, что они очень легко распространяются в социальных сетях, на ютубе, и многие из них стали вирусными, и получили большую популярность. Это тоже, конечно, большой плюс из-за того, чтобы их создавать и рекламировать книги с помощью видеороликов. Начнем мы с понятия видеолекции. Вообще видеолекция – это понятие такое условное. Сейчас под видеолекциями понимается не только какая-то тематическая презентация, голос за кадром, который о чем-то рассказывает, но в формате видеолекции можно снимать, например, инструкции. Например, видеоинструкцию по работе с электронным каталогом библиотеки. Можно создавать различные рекламные ролики, рассказывать, конечно же, о книгах и о писателях. Создавать виртуальные экскурсии по библиотеке, музею, стране, по своему родному городу. Создавать виртуальные выставки в режиме видеоформате, чтобы пользователь их более удобно просматривал, не только готовую презентацию листал. Ну и, наконец, если у вас в библиотеке действует какое-то творческое объединение, например, есть студия театральная, либо вы с читателями какие-то совместные проекты проводите, то вот творческие работы, созданные в рамках этих объединений, тоже можно в видеоформате создавать и тем самым рекламировать свою библиотеку и свой фонд книжный. Но самое главное при создании таких видеороликов, это то, чтобы они достигали своих целей и задач, конечно же, содержали необходимое количество информации. Не было, да, видеолекции – это лекция в формате видео. Да, мы сейчас говорим о том, что бывает в формате видео. Но это не обязательно может быть лекция, вот в стандартном понимании, то есть какой-то докладчик сидит и докладывает о чем-то. Это может быть совершенно разные вещи. Можно читать отрывки из книг. Я вам чуть позже покажу несколько вариантов ссылки. Поэтому в видео лекции название все-таки немножко условное. Мы работаем в библиотеке, поэтому для нас лекция более неформальна, как если бы для школы, допустим, или для высших учебных заведений была. Возвращаясь к видеороликам. Хорошо бы, чтобы к ним был доступ с разных устройств, их можно было посмотреть и на планшете, и на смартфоне. Лучше, конечно, если рассказ о книге будет идти неформально, не просто чтение готовой аннотации, а как-то библиотекарь более творчески подойдет к рассказу. Хорошо бы, чтобы было хорошее качество у видеоролика, потому что очень многие видеоролики отталкивают именно тем, что может быть звук не очень качественный, либо картинка не соответствует стандартам. Это тоже важное свойство. Ну и немаловажно то, чтобы видеоролики все-таки соблюдали авторские права. Об этом тоже чуть позднее я поговорю. Расскажу вам о нескольких хитростях, как можно создавать видеоролики и соблюдать авторское право. Ну и самое главное, для видеороликов стандартный формат это от 5 до 12 минут, как уже так условно назвали. Может быть, конечно, плюс-минус. Например, если вы ставите какой-нибудь видеоспектакль, то он вряд ли может быть 10 минут уложится. Но тем не менее, вот к этому золотому стандарту стоит стремиться. Как же озвучивают видеоролики и что они себя представляют в этом случае? Ну, самый стандартный вариант – это так называемый голос за кадром. То есть, вы берете, например, какую-то презентацию, набор каких-то изображений, слайдов, и затем их комментируете за кадром, все это сохраняете в формате видео. Вот примерчик такой презентации, пожалуйста. Это рассказ, который мы создавали у себя в библиотеке, просто стандартный рассказ по презентации о творчестве писательницы с фрагментами и отрывками из ее произведений. Вот так это может выглядеть. И сделано это на основе презентации PowerPoint. Второй вариант, так называемая говорящая голова – это видео. Классификация видео лекции – это… Я ее сама, честно говоря, придумала. Вот то, что я на предыдущем слайде видела, составила, это я применительно к библиотекам составляла. Это никакая не научная классификация, это просто для своего удобства. Я рассказала, что можно сделать в формате видео. Я бы даже не называла это классификацией, я просто варианты назвала, как можно видео использовать в библиотеке, скажем так. Для других каких-то организаций это может быть совсем другая классификация. Поэтому я бы не сказала, что это классификация, просто варианты. Формат «Говорящая голова» – это примерно то, что мы видим на вебинарах. То есть мы видим докладчика, который рассказывает, и видим слайды презентации, которые он комментирует. В таком формате чаще всего вебинары записываются. Это тоже вариант для создания видеорассказов. И, наконец, обычное видео простое, когда человек садится перед видеокамерой и рассказывает, например, о книге, о писателе, о чем-то интересном, проводит экскурсию, может быть, по родному краю и так далее. Может быть, какие-то литературные чтения, отрывки из произведений читают. В этом случае этот формат выбирается, если что-то есть такое эмоциональное, с элементами драматизации, что нельзя просто голосом передать. И в этом случае используется видео. Вообще библиотекари сейчас очень часто обращаются как раз к видеорассказам, когда они просто садятся перед камерой и рассказывают о своих любимых книгах, продвигают их, рекламируют для читателей. Это направление в работе даже получило уже свое название. Называется это «Буктюбинг» от названия Ютуба. Все эти видеоролики, как правило, распространяются на Ютубе. И поэтому вот отсюда такое название «Буктюбинг», но «Тюбинг», соответственно, связано с Ютубом. Если поискать, на Ютубе достаточно много каналов библиотекарями созданных, где они рекламируют и рассказывают о книгах. Вот пример ссылки одного из таких каналов. Его автор Тамара Хакимова, библиотекарь, называется канал «Приют мысли». Я вам дала ссылку на одно из ее видео, называется «По книге «Мастер и Маргарита». Действительно, рассказывает о своих впечатлениях о книге и рекламирует ее для читателей. Ну, а популярность канала свидетельствует то, что у нее более 7 тысяч подписчиков. То есть, это вполне реально создавать такие видеоролики, если у вас есть видеокамера, и рассказывать с интересом о любимых книгах, привлекать читателей. Можно пойти другим путем. Можно, например, создавать литературные чтения. То есть, выбрать какие-то интересные эпизоды из книги, добавить фоновую музыку к ним и на основе этого создать видеоролик. Вот пример таких литературных чтений по страницам книги Толстого Анны Каренина. Здесь принимают участие, как можно посмотреть уже сами читатели. Вообще, вот этот формат очень интересный. В формате литературных чтений можно даже создавать какие-то конкурсы между читателями, и у кого лучше получится видеоролик. Вот такой вот конкурс можно вполне возможно в библиотеке провести. Тем более, что видеокамеры в мобильных устройствах сейчас есть практически у каждого. Ну и если у вас в библиотеке действует какая-то студия театральная, театральная, если вы ставите какие-то постановки по страницам книг, то почему бы это не сделать? В итоге сохранить видео в формате. В итоге такой видеоспектакль может получиться. Ссылку я дала на наш спектакль. Не совсем правда, не стопроцентная драматизация с элементами. Драматизация, сказка «Золушка», которую мы ставили под Новый год. Мы решили ее сохранить, записать в формате видео. И вот в таком вставить там заставки, титры добавить. И вот в таком виде у нас появился видеоспектакль. Вот таким образом можно использовать видеоролики в библиотеках, если вы используете обычную видеокамеру. Как, какие технические решения можно придумать, если вы собираетесь снимать видео, и самое главное – его редактировать, монтировать и каким-то образом оформлять. Ссылки могут не открываться, если у вас стоит фильтр на канал YouTube, потому что ссылки все с YouTube. Возможно, именно поэтому не открывается. Давайте посмотрим несколько инструментов, которые помогают для создания видео. Можно начать с самого простого и понятного, который у нас у всех на компьютерах стоит наверняка. Это PowerPoint. У PowerPoint есть хорошая функция, начиная с 2007 года, функция добавления речевого сопровождения в слайды. Это в разделе «Показ слайдов» есть опция «Запись показа слайдов». Вы можете поставить галочку «Речевое сопровождение» и, пролистывая слайды, их комментировать. В итоге у вас получится озвученная презентация. Другой вариант. Можно то же самое сделать немножко по-другому. Заранее записать озвучку на микрофон, а затем фрагменты озвучки поочередно прикреплять к каждому слайду, настроить автоматическое воспроизведение, переходы между слайдами, и тогда у вас получится такой видеофильм в итоге, который сам будет пролистываться, и озвучка будет автоматически проигрываться. Начиная с 2010 года, у PowerPoint есть функция сохранения готовой презентации в формате видео. Это тоже хорошая опция. И чаще всего, когда под рукой ничего нет, интернет недоступен, то можно вот такой инструмент использовать. Он до сих пор работает, до сих пор хорошего качества видеоролики получаются. Мы как раз начинали с использования PowerPoint в библиотеке, пробовали разные варианты. Вот мы, например, сделали рассказ о виртуальной выставке. Может быть, как реклама, может быть, как рассказ о выставке. Ролик уже достаточно давнешний, может быть, он технически не совсем совершенный, но это был один из первых наших опытов. Как раз созданный на основе PowerPoint 10 версии. Что еще можно посоветовать, если вы решили создавать озвученные презентации? Можно, например, использовать сервис, который называется UtelStory. Это сервис для создания презентации и добавления к ним озвучки. В качестве слайда здесь используются фотографии и изображения, которые вы загружаете со своего компьютера. После регистрации вам предложат создать бесплатный аккаунт. Здесь в бесплатном аккаунте можно создавать 24 слайда. Доступен один вид перехода между ними. Каждому слайду можно записать озвучку до 30 секунд. В общем, это достаточное количество времени. Озвучку можно записать прямо здесь, онлайн, нажав кнопочку Record. Либо можно загрузить готовый аудиофайл у себя с компьютера. Кроме того, большой плюс у этого сервиса в том, что здесь можно получить на первых парах, если вы впервые в этом сервисе регистрируетесь, здесь можно получить демо-версию на 30 дней. Можно воспользоваться аккаунтом так называемый Plus. Он имеет больше возможностей. Вот ссылка, как это может выглядеть. Это как раз читатели библиотеки создают такие презентации. Аккаунт Plus позволяет создавать до 100 слайдов, добавлять к нему озвучку до 60 секунд. Здесь 6 видов перехода между слайдами. Еще такая интересная опция. Можно добавить опрос прямо внутрь этой презентации и спросить читателей, слушателей о чем-нибудь. Ссылка не работает? Проверяла, к сожалению. Ссылка такая коварная. Может быть, я ее не всю скопировала? Нет, плюсики стоят. Значит, работает. Все верно. Но, может быть, тоже это связано с фильтрами. Вообще, все эти ссылки, которые я сейчас демонстрирую, они все есть в презентации. Вы можете прямо здесь сейчас по ходу скачать эту презентацию и ссылки можно открывать оттуда. Либо можно после окончания вебинара всем этим воспользоваться, уже более подробно все посмотреть. YouTube Story – интересный сервис. Здесь можно устраивать коллективную работу с читателями. В качестве контента можно не только фотографии, изображения использовать, можно даже видео добавлять и добавлять к нему озвучку. Готовую работу можно опубликовать на сайте, в блоге, либо ссылку получить и ее публиковать. Где можно скачать презентации? В папочке наверху, в правом углу, есть значок папки серой. Если вы его откроете, то увидите список ресурсов, которые я загрузила сегодня для вебинара. Там две презентации. Обе можно скачать. Текст идет, картинка нет. Но может быть, может быть, подвисает что-нибудь. Вообще там должно все работать, все должно хорошо открываться. Похожий сервис, тоже онлайн работает. Называется он VoiceRead. Это сервис тоже для создания озвученных презентаций. В отличие от предыдущего, у него есть мобильная версия. И можно пользоваться даже с мобильных устройств. Ссылку опять даю. Это уже наша работа. Мы озвучивали вместе с читателями сказку «Мышкин кораблик». Поморскую народную сказку. Здесь опять загружаются слайды. Это может быть фотографии, изображения. Даже текстовый документ можно загрузить и его комментировать. Далее к ним добавляются, к этим документам, звуковые и текстовые комментарии. Можно текст внизу написать, а можно звук добавить. Даже с подключением веб-камеры. Тогда будет видеокомментарий. В бесплатном аккаунте можно создавать 50 презентаций. Дают 250 мегабайт для работы. И 3 минуты, чтобы добавить звуковой комментарий. 30 секунд для видеокомментария. Можно прикреплять звуковые файлы в разных форматах. Либо их загружать с компьютера, либо можно записать прямо здесь онлайн, нажав на значок микрофончика. Значок с телефоном не работает. Запись комментариев по телефону, поскольку сервис англоязычный, это только для жителей США и Канады. Все остальные функции работают. И добавление видеокомментариев, и аудио, и тексты, и загрузка аудиофайлов. Сервис очень простой. Ему можно пользоваться и с мобильных устройств, и у себя с компьютера. Есть платный аккаунт, бесплатно. Тоже есть 50 презентаций можно здесь создать бесплатно. Достаточно большой объем. Он, так скажем, условно бесплатный. Вообще, достаточно интересно в нем работать. Самое интересное, что здесь есть коллективная работа. Вы можете подключать читателей к этому сервису, дать им доступ к презентации, и всем вместе ее озвучивать. Каждому, например, выделить по слайду, и он сам добавит к нему комментарий. Будет бы еще интереснее. Мы просто готовые аудиофайлы прикрепили, а в принципе можно и коллективное творчество развивать. Хороший сервис. Советую попробовать. Но еще уже конкретно сервисы, которые как раз ориентированы на использование презентаций и на озвучивание именно их. Сервис называется PresentioAS. Сервис для создания озвученных презентаций и сохранения их в формате видео. Если предыдущие сервисы просто озвучивали презентацию, но видео они не переформатировали, а просто мы ее пролистываем стрелочками, то здесь все будет форматироваться в режиме видео, и вы даже можете ее загрузить на YouTube и просматривать там. Давайте посмотрим, чем этот сервис может быть интересен. Сервис бесплатный. Позволяет создавать видеозаписи на основе презентации. Загружаете презентацию по слайдово, а дальше выбираете способ озвучки. Можно озвучивать каждый слайд отдельно, можно записать сразу все, весь ваш доклад, пролистывая слайды. И таким образом, двумя вариантами, вы тут же онлайн делаете запись. На кнопочку рекорд нажимаете. Далее, что здесь не очень удобно. Во-первых, то, что не все шрифты поддерживаются, если вы загружаете презентацию. Поэтому лучше загружать презентацию в формате PDF. Сервис бесплатный. И чтобы шрифты не съезжали, вот как у меня сейчас получилось с этой презентацией. Если переформатировать в PDF, то все пройдет хорошо. После того, как мы добавили аудиокомментарий, мы форматируем видео. Оно превращается у нас в видеоформат. И его можно либо скачать себе на компьютер, либо сразу экспортировать на YouTube. Сейчас вам ссылочку дам. Это работа Александра Баданова, который эти сервисы тестировал. И писал по ним обучающие материалы. Вот пример, как это может выглядеть в итоге. Готовую историю можно встроить на страничку сайта блога. Можно, как я уже сказала, на YouTube экспортировать. Интересно то, что здесь можно для читателей, например, эту презентацию просматривать по слайдово. То есть выбрать нужный слайд и конкретно его послушать. Либо можно, как и видеофильм, от начала до конца просмотреть. Он будет проигрываться и пролистываться сам. Вот такие два варианта. Еще один сервис условно бесплатный. Сервис Кновио. Он более щадяще подошел к моей презентации. Шрифты не съехали, все хорошо получилось. Поэтому здесь можно и в обычном формате загружать презентацию. Он тоже добавляет комментарии к презентации в режиме онлайн. Нажимаете на кнопочку рекорд, подключаете микрофон и начинаете листать презентацию и ее озвучивать. Кновио тоже условно бесплатный. Бесплатно можно создать пять презентаций в своем аккаунте. Звучание каждой презентации около 7 минут. Для небольших презентаций, для небольших видеороликов, в общем, этого хватает. Есть мобильная версия у этого сервиса. Можно записывать озвучку даже со своего мобильного устройства. Так, если сравнить, то у него интерфейс более симпатичненький. Возможности, в принципе, такие же. Единственные ограничения по длине готового видео. Есть интересный движок, которого нет у предыдущего сервиса. Здесь можно переключать внимание зрителей. Вы можете подключить веб-камеру и транслировать еще свое изображение. Вот у меня серый квадратик в правом верху на слайде, там, где микрофон нарисован. Там может быть изображение докладчика, если подключить веб-камеру. И с помощью движка можно переключать изображение со слайдов на докладчика. Акцентировать внимание то на слайдах, разворачивая его, то на докладчика. Разворачивая изображение докладчика на экран. Возможно, для кого-то эта функция окажется полезной и интересной. Вот такая необычная возможность. Можно скачать это видео себе на компьютер. К сожалению, не самое лучшее качество. Но если вы его экспортируете на YouTube, то качество будет получше. В общем, неплохой сервис с простым интерфейсом. Тут очень несложно разобраться. Сервис, который мне нравится, который я часто использую, называется он Presentation Tube. Это два в одном. Это одновременные сервисы программы. Как это работает? Вы заходите на сайт, и вам предлагают скачать программу, установить ее на своем компьютере. Программа очень быстро устанавливается, ничего лишнего там в ней нет. И после этого вы получаете возможность вот в таком окошке записывать свои видео лекции. Как это работает? Это можно оформить в режиме вебинара, вот как сейчас, например. Либо можно демонстрировать только докладчика, либо только презентацию. Либо в разных вариантах окошко с изображением докладчика может быть слева, справа, сверху, снизу и так далее. Можно даже в фон свой собственный добавить. Какой в этом плюс? Ну, во-первых, если у вас слабый интернет или вообще нет доступа к интернету, то Presentation Tube это хороший вариант. Вы записываете свое видео без использования интернета. И если он слабый, то у вас нет опасности, что звук будет подвисать, или изображение будет затормаживаться. Здесь вы работаете просто на своем компьютере, даже без интернета. Еще плюс здесь. Есть лазерная указка в виде курсора, которая помогает показывать что-то на слайдах. Есть возможность рисовать прямо поверх слайдов во время своего рассказа. Ну и большие настройки для качества изображения и так далее. В итоге вы записываете видео, комментируете слайды, все перелистываете, потом сохраняете все. Сохраняется видео в необычном формате ASF. Вот как-то так. Этот формат, к сожалению, не поддерживается стандартными кодеками на компьютере, и поэтому вам предложат его тут же загрузить на сайт, с которого вы эту программу скачивали. Вы загружаете готовый этот ролик, там он форматируется, и в итоге вы получаете ссылку на ваш готовый видеопродукт. Автоматом это же видео транслируется еще на YouTube. Вы получаете ссылку еще на YouTube. Версия, которая на сайте, чуть-чуть лучше по качеству, на YouTube чуть похуже. Это единственный, наверное, недостаток у этого сервиса. А все остальное идет ему в плюс. Он относительно бесплатный, он позволяет создавать видео любой протяженности. Вы можете и час, и больше записывать видео, проблем никаких. Ну и в плюс, конечно, идет то, что вы не привязаны к интернету. Это тоже, наверное, хорошая возможность. Далее. Если говорить о создании видеороликов, еще одна разновидность видео – это скринкасты. В библиотеках не так часто они используются, но инструменты интересные, и можно каким-то образом тоже в работу библиотеки это включать. Скринкасты – это запись, происходящего на экране, и аудиокомментарии. Как правило, они идут за кадром. Чаще всего, если вы видели на YouTube, скринкасты используются для описания инструкций к разным программам, сервисам и так далее. Но для библиотечной практики тоже можно скринкасты использовать. Вот, например, для работы с электронным каталогом. Очень многие читатели испытывают трудности, как искать в каталоге, что искать, каким образом заполнять поля. Можно создать скринкаст, показать, как можно осуществлять разные виды поиска в каталоге и опубликовать на сайте библиотеки. Я думаю, это большой плюс будет. Читатели порадуются и, может быть, чаще начнут пользоваться каталогом. Но это как один из вариантов. Вы можете для своих читателей разрабатывать скринкасты, например, как работать с каким-то сервисом, с программой, а потом по этим сервисам и программам, например, проводить какие-нибудь творческие задания, конкурсы и так далее. Для скринкастов тоже есть хорошие перспективы, я думаю. А еще, лично мне скринкаст помогает в том случае, если, например, я создаю видео в каком-то сервисе, в котором нет возможности это видео себе на компьютер сохранить. А сохранить очень хочется. И тогда на помощь приходит скринкаст. Я просто открываю это видео на весь экран, включаю программу для записи, и у меня транслируется на мой компьютер. Запись сохраняется. Вот таким хитрым образом я ее себе сохраняю на компьютер. Давайте я вам покажу несколько инструментов для создания скринкаста. Возможно, вас что-то заинтересует. Самый известный, раньше всех появившийся, сервис называется Screencast-O-Matic. Сервис-долгожитель. Он позволяет достаточно быстро и даже без регистрации записывать происходящее на экране вашего компьютера. Когда вы заходите на сайт, вам предложат скачать такой небольшой плагин. Называется он Record Launch. Он буквально несколько секунд скачивается. И после этого автоматически у вас открывается вот такая рамка на экране, которая захватывает часть вашего экрана. Вы можете курсорчиком мышью подвигать границы, захватить весь экран или только часть. После того, как вы границы определили, нажимаете на кнопку Record запись. И после этого вы можете и презентацию, например, развернуть ее, комментировать в качестве скринкаста, и можете видео снимать, и какие-то записывать инструкции, все что угодно. Сервис относительно бесплатный. Здесь есть бесплатный аккаунт. Можно записывать в трех вариантах видео. Если только экран и голос за кадром, если веб-камера без экрана, вообще просто докладчика снимать, либо и то, и другое одновременно. Будет в правом верхнем углу изображение докладчика. Таким образом. Здесь можно ставить на паузу, передвигать, открывать новые сайты, допустим, если какую-то инструкцию, обновлять декорацию, что называется. Затем вновь продолжать запись. Единственное ограничение в бесплатном аккаунте. Здесь до 15 минут можно записывать видео. И будет водяной знак в правом нижнем углу. Небольшой, но тем не менее. Единственный недостаток. Все остальное в плюсе. Сервис онлайн. Регистрация не нужна, если только вы не хотите на сайте сохранить свой скринкаст. И все достаточно быстро происходит и просто. Единственное, что нужно подключить, конечно, микрофон и видеокамеру для этого. Есть решения более серьезные, с большим функционалом. Например, программа, которая называется S-Vid. Сейчас ссылку вам отправлю на скринкасты. Первая ссылка – это на скринкасту Матик, как это может выглядеть в итоге. Скринкаст может быть и беззвучный. Вы просто можете какую-то фоновую музыку добавить и на фоновой музыке его демонстрировать. Либо вы можете комментировать за кадром, как угодно. А вторая ссылка – это как раз на программу S-Vid. Программа достаточно функциональная. Она не только скринкасты записывает. Она еще может редактировать эти скринкасты. Вы можете тут же в режиме реального времени, сразу после записи, отредактировать ваш готовый скринкаст, вырезать какие-то ненужные фрагменты, склеить несколько в один фрагмент и так далее. Сервис очень простой, программа очень простая. Работать мне несложно, хотя и на английском языке. Что здесь интересного? Кроме того, что она редактирует скринкасты, добавляет к ним разные аудиоэффекты. У него есть библиотека. Вы можете аудиотреки, фоновую музыку добавлять из библиотеки этой программы, бесплатные саундтреки. Сервис создает видео достаточно хорошего качества, до 720 пикселей. Запись, продолжительность до 45 минут. То есть такие достаточно интересные возможности. Можно, кроме того, что записывать скринкасты, здесь же можно еще и редактировать видео, создавать слайд-шоу, загружать свои фотографии и на основе них создавать еще и слайд-шоу. Есть обучалки, достаточно быстро все работает. Готовое видео можно экспортировать на YouTube, поделиться с читателями вот таким образом. Еще один вариант. Тоже программа, если S-Vid, она была англоязычна, то вот эта вот программа на русском языке, OCam Screen Record. Она позволяет тоже скринкасты добавлять, создавать. У нее не такой большой функционал, она только для скринкастов работает и для скриншотов. Делает видео захват с экрана. Есть возможность подсвечивать курсор, эффект нажатия кнопки мыши. Все достаточно просто. В несколько кликов скринкаст создается. Точно так же вы запускаете программу, она отмечает окошко у вас на экране. Вы границы можете этого окошка переставить, как вам удобнее, какую часть экрана захватить. После этого нажимаете на запись и идет запись происходящего на экране. Достаточно удобный, простой инструмент и достаточно хорошо в нем интересно работать. Хотя и функционал не очень большой, но для небольших видеороликов, наверное, этого достаточно. Тот инструмент, которым я пользуюсь и который очень люблю, iSprint FreeCam, это инструмент, который как раз создан для создания профессиональных видеороликов, для профессиональных скринкастов, позволяет создавать неограниченные, из вебинара. Я надеюсь, меня слышно, видно все так же. Продолжу с iSprint FreeCam. Да, меня выкинуло из вебинарной комнаты, но, к счастью, я успела туда войти. Есть встроенный видеоредактор, вы можете эти скринкасты тут же редактировать после того, как вы их создали и вырезать ненужные вам фрагменты. Вот таким образом работает. Точно так же программа устанавливается на компьютер, вы ее запускаете и после этого уже можно приступать к видеозаписи. Интересный, простой инструмент. Я использовала его, например, для того, чтобы сохранить видео, которое я не могла сохранить на сервисе. Айсервис предупредил, что он его хочет удалить. И поэтому мне пришлось его срочно как-то сохранять. С помощью iSpring я его записала. Вот таким образом была запись с экрана у меня сделана. Вот таким образом работают скринкасты. Я думаю, их можно использовать в работе библиотеки и для записи каких-то инструкций для читателей, и для съемки происходящего на экране. Ну и, наконец, третья разновидность видеороликов – это буктрейлеры. Буктрейлерами называют короткие видеоролики по мотивам книги. Основная цель таких роликов – это рассказать о книге, заинтересовать и заинтриговать читателя, чтобы он эту книгу взял и почитал. История буктрейлеров уже достаточно давно начала. И с 2002 года их начали снимать. В 2003-м уже первые буктрейлеры появились. Начали их снимать в книжные магазины для увеличения продаж. В том числе и в Россию они появились. В 2005-м году сняли один из самых масштабных буктрейлеров. Может быть, вы о нем слышали по принципу чуть ли не полнометражного фильма. На книгу «Псоглавцы» этот буктрейлер был снят. Вот это был один из самых первых, с чего все и началось. Со временем буктрейлеры из чисто профессиональной сферы книготорговцев перекочевали уже в сферу действия библиотек. Начали библиотекари их снимать. А вообще сейчас буктрейлеры еще снимают издательство «Эксмо» иногда для своих книг. Поэтому на YouTube есть достаточно много буктрейлеров из этого издательства. Можно для мероприятий в библиотеке, например, использовать их. С 2012 года начинается целый конкурс для создателей буктрейлеров. Назывался он «Всероссийский конкурс буктрейлеров». Проводился с 2012 года по 2015. Сейчас уже, к сожалению, не проводится. Но сайт, на котором он проводился, сейчас доступен для просмотра. Там огромная коллекция разнообразных буктрейлеров. Сейчас сам ссылку дам на этот сайт. Что интересно, эти буктрейлеры можно демонстрировать на мероприятиях. Они доступны для просмотра. Может быть, вы что-то найдете для себя, для своей работы интересного. А если говорить о том, какие бывают буктрейлеры, то вот уже даже целая классификация выработалась, как их можно классифицировать. Классификация не моя. Взяла ее из специальной литературы. Но давайте посмотрим. Буктрейлеры бывают игровые. Это целые мини-фильмы по книге, когда снимаются актеры. И вот получается такой вот по-настоящему трейлер. Это в основном такие буктрейлеры снимают, конечно, профессиональные студии, профессиональные издательства. Вот вам пример такого буктрейлера по книге «451 градус по Фаренгейту». Хотя в библиотеках тоже сейчас стараются снимать такие интересные фильмы, подключать к этому читателю и вместе с ними снимать какие-то интересные видеозарисовки для буктрейлеров. Второй вариант – это самый распространенный буктрейлер неигровой. Он строится на основе фотографий, слайдов, изображений, обложек книг, иллюстраций художников и фотографий, которые передают атмосферу книге. Вот еще один буктрейлер, как раз пример – это книга «Жена путешественника во времени». В пример неигрового. Чаще всего именно в таком формате буктрейлеры снимаются в библиотеках. Третий вариант – это создать анимацию. Анимированные видеоролики тоже большой интерес вызывают у читателей. Особенно рекламируют детскую литературу с помощью анимации. Вот пример анимированного ролика. Он как раз выиграл одно из мест на конкурсе буктрейлеров. Это анимация по книге «Алиса в стране чудес». По своему содержанию. Буктрейлеры бывают повествовательные. То есть рассказывающие о событиях книги, о сюжете в кратком пересказе. Причем тут самое интересное при создании такого буктрейлера не переборщить с пересказом содержания. Чтобы у зрителя оставалась какая-то интрига, тайна, чтобы он захотел прочитать книгу, заинтересоваться, а оставить какую-то недосказанность. Это самое главное. Вот пример тоже видеоролика я вам поставила. Это книга Кундеры «Вальс на прощание». Второй вариант. Ролики атмосферные. Здесь уже главное не пересказ сюжета, а передать атмосферу книги, настроение книги, какие-то читательские эмоции, которые возникают при ее прочтении. Это такая уже более тонкая работа – уловить настроение и передать его с помощью музыки, фотографий, каких-нибудь изображений, может быть, видеоролики. Вот пример такого видео атмосферного по книге «Холина и письма на воде». Ну, атмосферные ролики, например, если вы снимаете какой-нибудь ролик по фэнтези, то специальное изображение для того, чтобы передать эту атмосферу. Там магия, волшебство, какие-то выразительные иллюстрации. Если вы снимаете видеоролик на тему Великой Отечественной войны, то здесь, конечно, для атмосферности подойдут кадры, видеохроники военные, может быть, фотографии военных лет и так далее. Все это позволяет передать атмосферу книги. Ну и, наконец, самый, говорят, что это высший пилотаж, такие ролики снимать, концептуальные. Здесь уже внимание на главную мысль книги, на ее посыл, на ее смысловую значимость и так далее. Концептуальные ролики, как правило, для каких-то серьезной литературы снимаются с глубоким смыслом, вот таким образом, концептуальные. Вообще классификация, на мой взгляд, это все условно, потому что в одном видеоролике могут и анимация объединяться, и не игровой ролик, и, может быть, и игровой, все в одном. Либо буктрейлер, может быть, и повествовательный, и атмосферный одновременно. Поэтому, на самом деле, классификация условная. Самое главное, из каких компонентов состоит буктрейлер, вот на экране я собрала. Что нам нужно для создания буктрейлера? Ну, прежде всего, мы выбираем книгу для того, чтобы ее экранизировать. Вариантов может быть много. Либо вы берете книги-юбиляры, либо какие-то актуальные книги в этом году, либо рекламу новой книги делаете, либо просто выбираете свою любимую книгу, о которой хотите рассказать и прорекламировать. Далее, самый важный элемент создания буктрейлера – это написание сценария. Здесь буквально нужно прописать каждое слово вашего буктрейлера, поскольку видеоролики эти очень небольшие по своему протяженности, около 2-3 минут, не больше. Поэтому здесь внимание к каждому слову особенно важно. Вы прописываете, какие у вас будут изображения в кадре, что будет за кадром, какой голос звучать, может быть, какие-то титры будут появляться. Вот это все вы отображаете в своем сценарии. Как правило, достаточно долгая эта работа, но это важно. Далее, после того, как вы сценарий написали, уже так визуально представляете, что будете делать, под этот сценарий подбираем различный контент. Пишем тексты, подбираем изображения, которые передают атмосферу книги. Может быть, какие-то фрагменты видеороликов используем. Например, очень часто используются фрагменты экранизации фильмов. Но тут важно не переборщить, чтобы это была именно реклама книги, а не реклама фильма. Ну и вторая трудность – то, что очень многие фильмы нельзя использовать, ибо это нарушает авторские права. Поэтому с видеороликами осторожнее стоит. Далее, нужно записать озвучку, конечно. Если у вас голос за кадром есть, то записывается, озвучивается. Подбирается фоновая музыка. Как правило, все буктрейлеры, они все с фоновой музыкой. Ну и для иллюстрации книги можно использовать цитаты. Поэтому здесь важно отобрать и эпизоды, которые будете экранизировать, и цитаты, которые вы будете показывать на экране. Ну вот последний буктрейлер как раз, да, он выиграл на конкурсе. Поэтому очень симпатичный, согласна с вами. К буктрейлерам предъявляют много-много разных требований. Основное – это стилевое единство. То есть, если вы используете только фотографии, то пусть будут только фотографии. Если какие-то картинки аниме, то весь ролик в таких картинках должен быть. Кроме того, стиль означает еще и соответствие музыке и фотографиям изображения. Вторая особенность буктрейлера важная – то, что это короткие видеоролики. За рубежом снимаются до двух минут, у нас чуть длиннее буктрейлеры – до трех минут основное. Важно сохранять интригу при создании буктрейлера. Но я уже об этом говорила, чтобы читатель действительно книгой заинтересовался, а не просто получил ее краткий пересказ. Важная особенность для технической стороны буктрейлера – чтобы шрифты читались. Красивые, конечно, готические шрифты, узорчатые – это здорово, но не всегда они читаются. Особенно если с мобильного устройства просматривать буктрейлер, то это не всегда выглядит симпатично, не все можно будет прочитать. Поэтому со шрифтами тоже осторожно нужно. Конечно, хорошее качество приветствуется. Если вы озвучку записываете, то хорошую, качественную. И фотографии не размытые, а резкие, четкие. И соблюдение, конечно, авторских прав здесь тоже большое значение имеет. Очень много претензий к библиотечным буктрейлерам было связано как раз с нарушением авторских прав. Какие инструменты можно использовать для создания буктрейлера? Чисто технические, самые простые инструменты, то, что есть всегда под рукой – это программа Movie Maker. Она почти на каждом компьютере есть. По-другому еще называется киностудия Windows Live. В разных версиях Windows по-разному. Она бесплатная и входит в состав почти всех лицензионных Windows. Раньше ее даже можно было отдельно скачать на сайте. С 2017 года уже этой возможности нет. Если она у вас на компьютере есть, то здорово. Ее всегда можно использовать. Она очень интересна тем, что простая для использования. Тут все в стиле минимализма. Вы можете создавать видеоролики, обрезать, добавлять титры, видеопереходы, анимацию, фоновую музыку. Все очень просто, но с другой стороны здесь одна аудиодорожка и здесь одна видеодорожка. Если вы хотите, допустим, несколько видео наложить одно на другое, то здесь в этом редакторе не получится. Однако, если вы хотите создать какой-то очень простой буктрейлер с музыкой, с озвучкой, то, в принципе, Movie Maker эти возможности дает. Здесь можно добавлять и видеофрагменты, и фотографии, и перемешивать и то, и другое. Большой плюс здесь большое количество шаблонов, например, для создания титров. Это очень важно в буктрейлере. Поэтому здесь шаблонов очень много и анимация очень хорошо настраивается. Поэтому, если вы только начинаете создавать буктрейлеры, то вот я советую как раз на Movie Maker обратить внимание. Я вам сейчас ссылку дам. Это один из наших буктрейлеров, который мы в Movie Maker как раз делали по блокадной книге. Да, Movie Maker это бесплатно, он в составе Windows входит. Вы можете прямо сейчас его у себя на компьютере проверить, есть ли он у вас в наборе программ. Если есть, то можете использовать, он совершенно бесплатный. Вообще-то, поскольку я говорила уже о том, что PowerPoint позволяет создавать презентации в формате видео, вы можете даже PowerPoint использовать для создания буктрейлеров. Я об этом чуть забыла сказать, но сейчас вот вспомнила и решила напомнить. Мы, например, первые буктрейлеры создавали как раз в PowerPoint. О, здорово нашлась. Вот другой буктрейлер тоже нашего производства, это вот один из первых тоже, мы создавали в PowerPoint. Мы слайды настраивали, анимацию, настроили автопереходы, добавили фоновую музыку и сохранили в формате видео. Вот буктрейлер можно сделать даже в PowerPoint. Она уж точно у всех есть и тоже бесплатный инструмент. Есть несколько инструментов онлайн, но, к сожалению, они не все функциональны, потому что видео все-таки очень тяжелый продукт, он много весит и в онлайне очень сложно с ним работать. Один из многих инструментов, который онлайн работает, называется V-Video. Это онлайн-сервис, устанавливать не надо, работает он онлайн. Вы регистрируетесь в нем, а затем вот на монтажной ленте вы составляете свой буктрейлер, например. Здесь большое количество есть эффектов. Здесь можно две аудиодорожки записать. Одна как музыка, вторая как озвучка. Видеодорожка здесь одна, но есть разные шаблоны. Видеовставки, которые можно добавлять. К сожалению, эти видеовставки доступны не всем. Если вы впервые регистрируетесь, то вам дают 30 дней бесплатного аккаунта и возможность пользоваться всей библиотекой. И вы можете изображение, видеовставки добавлять совершенно без ограничений. Но, к сожалению, как только демоверсия заканчивается, то и ограничивается доступ к этой библиотеке. Готовое видео вы можете сохранить до 5 минут, сохранить его себе на компьютер, либо загрузить сразу на YouTube. Если у вас демоверсия на 30 дней, то можете до 30 минут создавать видеоролики. Что здесь в плюсе идет? То, что это работает онлайн, никаких программ на компьютер сохранять не надо. В минус идет то, что если интернет слабый, то может зависать этот сервис. Но еще один минус. Вы, наверное, заметили, что в правом верхнем углу водяной знак. К сожалению, он исчезает только в платных версиях. И даже в демоверсии он будет сохраняться. Хотя буктрейлеры библиотекари создают и с помощью такого сервиса. Сейчас я вам покажу пример буктрейлера, созданного в V-Video. Плюс, что инструмент простой достаточно и очень похож на Movie Maker. Если вы Movie Maker освоили, то в V-Video это практически... Ну, если не брат-близнец, то очень близко к нему. Здесь очень похожие функции и возможности. Давайте посмотрим еще несколько программных продуктов. Я выбрала... Вообще, программ для редактирования видео очень много. В основном все они платные. Я выбрала то, что более-менее бесплатно. Вот это, например, программа VideoPad Video Editor. Это программа для создания и редактирования видеороликов. Она бесплатна для некоммерческого использования. То есть, если вы планируете ее использовать в некоммерческих целях, для собственных образовательных нужд, то можете попробовать. Она скачивается на официальном сайте, сохраняется на компьютер. Она русифицированная на русском языке. Чуть-чуть сложнее, чем Movie Maker. Здесь все те же возможности, но возможности уже расширены. Здесь можно добавлять несколько видеодорожек. То есть, одно видео накладывать на другое видео. Здесь несколько аудиодорожек. Если вы, например, хотите и озвучку, и музыку, и еще какие-то дополнительные звуковые эффекты. Можно несколько аудиодорожек добавить. Здесь большое количество видеоэффектов. Создатели утверждают, что их более 50. Различные переходы между фрагментами видео. Что касается шаблонов. К сожалению, Movie Maker по шаблонам для создания текстов все-таки выигрывает. Здесь для текстовых надписей не так много шаблонов, но есть очень интересные. Например, анимация текста, как пишущая машинка, или там выпрыгивающие, вылетающие буквы, чего в Movie Maker нет. Поэтому стоит попробовать, посмотреть, что вам больше понравится. То или другое. Повторюсь, программа бесплатная. Вы можете готовое видео сохранить на компьютер. И есть функция сразу экспорта на YouTube. В принципе, мне понравилась. Программа неплохая, можно использовать. Я сейчас в режиме тестирования с ней обращаюсь, пытаюсь понять, какие плюсы и минусы. Но пока кроме текстовых надписей, особых минусов не заметила. Другой вариант, чуть посложнее. Программа называется «На бесплатный видеоредактор». Она тоже ориентирована на редактирование видео. Здесь несколько видеодорожек, несколько аудиодорожек. Можно одно на другое накладывать. Здесь огромное количество видеоэффектов. Различные фильтры, маски, размытие фона, удаление фона, размытие фрагментов видео. В общем, если их перечислять, то это достаточно долго будет. На официальном сайте полный перечень всех возможностей есть. Она тоже на русском языке. И тоже бесплатная. Можно сохранить ее себе и поработать с ней. Хотя и написано, что она для начинающих, на самом деле, достаточно для более опытных пользователей, которым нужны большие функции, большие возможности. Мы просто загружаем контент, на монтажной ленте его размещаем и дальше уже манипулируем, как считаем нужным. Добавляем звуки, видео, аудио и затем сохраняем в формате видео. Либо на компьютер, либо можно, опять-таки, на YouTube все сразу экспортировать. Плюс то, что здесь большие возможности, большое количество шаблонов, видеопереходов, анимации. Минус то, что здесь с текстом не очень хорошо все обстоит. Текст здесь приходится настраивать вручную. Здесь нет готовых шаблонов. И приходится каждую надпись вручную прописывать. И для текста не так много эффектов. Она может просто появляться и все. И без особых каких-то изысков. Поэтому текстовые надписи всякие я пробую делать в Movie Maker. А уже если мне нужны какие-то супер видеоэффекты, то это уже в других программах, более сложных. Ну вот о более сложных программах, кстати. Есть две программки, которыми я пользовалась, о которых хотела рассказать. Все из личного опыта. Которые программы очень часто используют в библиотеках. Pinnacle Studio. Она платная, я сразу скажу. И, к сожалению, у нее нет демо-версии, чтобы можно было ее попробовать. Это, конечно, минус. Потому что покупать кота в мешке не очень интересно. Но я рискнула. Я ее установила у себя на компьютер. Приобрела. Стоимость программы от 3000, это самая простая версия, до 7000 рублей. Самая сложная версия. Со всеми эффектами и библиотекой. Она напоминает опять-таки Movie Maker и по интерфейсу, и по окошку, в котором работает. Она на русском языке. Позволяет сохранять видео, создавать из различного контента. Большой плюс здесь огромное количество шаблонов. Более 20 тысяч шаблонов. Всяких разных. Видеоэффекты, анимация, текстовые надписи, различные видеозаставки. Например, там видеозаставка с открывающейся книгой. Видеозаставка для сказок. Например, подходит там волшебные палочки различные для сказочных буктрейлеров. Здесь библиотека большая. Использовать ее интересно. Множество видео-аудиодорожек. Можно одно видео поверх другого накладывать. Различные тоже возможности размытия видео. Увеличение резкости, масштабирование, чтобы приближалось, удалялось изображение. Вот таким образом это все работает. Поддерживает много русских шрифтов. Это тоже немаловажно. В общем, инструмент очень интересный и мне понравилось. Но вот, к сожалению, платность. Единственный ее минус и главный недостаток. А готовое видео можно на компьютер сохранять в хорошем качестве. Либо экспортировать на YouTube. Ну и, наконец, самый монстр среди всех программ. На сегодняшний день она самая известная, самая дорогая и самая профессиональная. Из того, что я знаю. Содни Vegas Pro. О ней много говорят, много пишут. Огромное количество обучающих материалов по ней есть. Это программа достаточно профессионального уровня. Чтобы разобраться в ней, конечно, нужно время и не один день. У нее есть самая приятная демо-версия. На 30 дней вы можете ее установить. Если вы впервые попробуете в ней работать на официальном сайте, пожалуйста, попробуйте скачать. И как вам понравится. Сразу говорю, что трудностей возникнет множество. Потому что демо-версия на английском языке. Это первая трудность. Хотя есть обучалки, но все придется собственным опытом познавать. Я попробовала, на 30 дней скачала. Вот такой буктрейлер по облачному полку мы сделали в этой программе. Потом демо-версия закончилась. И вот сейчас уже этой программы нет. По стоимости она достаточно профессиональная. Она и есть профессиональная. По стоимости достаточно высокая. От 200 долларов до 700. Конечно, сумма неподъемная для библиотеки. Но на период демо можно попробовать создать какой-нибудь интересный продукт. Возможности у нее здесь неограниченные. И шаблоны есть, и различные видеоэффекты. Неограниченное количество видео, аудиодорожек. Есть возможности выравнивать видео. Например, если у вас видео разного формата. Одно широкоформатное, а другое более узкое, более квадратное. То вы можете подровнять одно под другое, чтобы у вас все видео было одного формата. Можете определять, в каком качестве будет ваш видеоролик. В общем, тут возможности огромное количество. В том числе вы можете и фоны менять в видео, и вставлять каких-то героев на первый план. Картинку в картинке делать. В общем, многое-многое другое. Все это замечательно, все это здорово работает в плюсе. В минусе то, что эта программа требует очень сильного компьютера. Для установки она сразу у вас потребует 4 гигабайта свободного пространства. И достаточно мощную операционную систему. Чтобы она комфортно работала в этих условиях. Если компьютеры старые, то, к сожалению, программа будет подвисать или просто не сможет работать в полном формате. Что еще можно сказать? Что мне в ней не очень понравилось, то, что здесь очень мало шаблонов для создания текстов. Поскольку я была начинающей пользователем этой программы, я искала шаблоны для текстов. Нашла несколько, не более десятка, но они какие-то все были мультяшные и для такого серьезного видео не очень подходили. Поэтому тексты здесь вручную, по большей части, приходится вписывать и настраивать каждую надпись достаточно долго. В общем, работа в этой программе требует много усилий, много терпения, но результат того стоит. Получается очень красивый выходной продукт. Программа, да, крутая, действительно. Если вы еще ни разу не попробовали, то вот возможность приобщиться с помощью демо-версии есть к этой программе. Ну, вот в нескольких словах о этой программе. Есть о чем помечтать, о чем подумать. И в заключении я вам, как и обещала, скажу несколько слов о вопросах авторского права. Поскольку к буктрейлерам очень часто эти авторские права предъявляются. Неоднократно были такие случаи, и в том числе у нас, что либо буктрейлер барковали на ютубе, либо убирали звуковую дорожку, если это нарушает авторское право. Все это очень грустно. Поэтому я вам расскажу несколько таких хитрых способов, как можно создавать буктрейлер и при этом соблюдать авторское право. Что касается поиска изображений в интернете, то можно воспользоваться поисковиком Google, который позволяет искать изображения с различными лицензиями, в том числе с лицензией на использование в некоммерческих целях. Это то, что нам надо. Вот как раз, если поставить такую опцию, вам будут выдавать картинки в поиске только те, которые соответствуют лицензии, которые можно бесплатно использовать. Еще есть более 30 сайтов, где есть собраны картинки бесплатные, которые можно в буктрейлеры вставлять. Называются они «Фотостоки». Я ссылочку подготовила, она на слайде внизу. Ссылка активная. Если вы презентацию скачаете, то по этой ссылке целую коллекцию получите. Этих фотостоков вы можете использовать в работе. Где взять музыку и звуки? Если вы хотите какие-то звуки, например, звуки стрельбы, если у вас буктрейлера о войне, или звук дождя для создания атмосферного видеоролика, то первые три ссылки ведут на библиотеке шумов и звуков. Шумотека, ВАВ Лайбрари и BBC Sound Effects позволяют искать различные звуки, которые можно использовать и вставлять в видеоролики. Есть даже самые экзотические, например, шум дождя в африканской совальне, или ла Йоркшевского терьера. То есть тут практически не ограничено ничем. Там огромные коллекции. Наверняка найдете что-то подходящее. А что касается музыки, то мне очень нравится, например, фонотека Ютуба. Там есть поиск. Вы можете сортировать музыку по жанрам, по настроению, по инструменту и по длительности. Выбирайте именно то, что вам нужно. Плюс еще вот четыре следующих ссылки после фонотеки. Это еще дополнительно библиотеки с бесплатной музыкой, которую тоже можно скачивать на компьютер и бесплатно использовать в буктрейлерах как фон. Ну и, наконец, так называемые футажи или видеозаставки. Это такие интересные видеовставки, которые используют или в начале, или в конце видео для красивого оформления. Может быть, например, вот я вам ссылочку дала «Открытая книга». Это как раз пример такого футажика. Футажи собраны в коллекции. Их тоже можно найти в интернете. Мне нравится коллекция «Футажек.ру». Здесь собрано огромное количество вот таких видеозаставок на любой вкус. Это анимированные фоны, это различные анимированные объекты, в том числе 3D, это различные заставки, надписи, в общем, все-все-все, что угодно на любой вкус. Мне кажется, вот для оформления буктрейлеров тоже может подойти, особенно если какие-нибудь фэнтезийные, сказочные буктрейлеры, открывающиеся книги. Вот все это отлично смотрится в буктрейлерах, можно использовать. Да, вставки называют футажами. Все верно. Это вот все, что я вам знала и хотела сегодня рассказать о буктрейлерах и видеолекциях. Надеюсь, информация была вам полезна и пригодится. Да, футажи можно для слайд-шоу использовать, это точно. Спасибо большое за подсказку. Если есть какие-то комментарии, на которые я не отреагировала, может быть, я не все увидела сегодня в чате, очень быстро все меняется, поэтому вы можете мне еще отдельно задать вопрос, как всегда по электронной почте, либо на Фейсбуке. Все презентации скачиваются, плюс вот ссылка на презентацию онлайн с полезными ссылками и материалами я тоже приделала на слайд. Ну и плюс приглашаю вас в группу в Фейсбук, которую я недавно создала. Называется она «ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей». Мы там собираем разные полезные информации о различных интернет-сервисах и программах. Вот, приглашаю. Если у вас возникнет необходимость, присоединяйтесь, будем рады. Спасибо большое про авторское право. Ну, в общем-то, я уже сказала, что авторское право касается в основном изображений. Музыкальных файлов и видеофайлов. Для каждой фотографии, видео и аудио нужно просматривать лицензию на использование. Я вам показала несколько вариантов, как искать изображение лицензированное. Несколько библиотек дала, где уже точно лицензированное все, и можно все это бесплатно использовать. Такие возможности. А вообще более подробно об авторском праве уже надо смотреть специальную литературу. Там уже более конкретно будет написано. Какие ошибки допускаются при создании различных видеопродуктов. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Я надеюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги, я хотел бы от своего и от вашего имени поблагодарить Марину не только за сегодняшний вебинар, но и за весь цикл вебинаров, которые она провела в рамках Директ-Академии. Я надеюсь, в будущем году мы этот замечательный опыт продолжим. И Марина продолжит делать эти интересные вебинары у нас. Спасибо, как всегда, всем. Так, я вижу вопрос, не знаю, только мне или... Так, Елена Сергеевна спрашивает про сертификат. И ответ вы можете прочесть, Елена Сергеевна, строкой выше в той же вкладке «Вопросы», в которой вы задали этот вопрос. Ну что ж, я еще раз благодарю всех, кто пришел. Напоминаю, что у нас две полноценные недели. Одна из них осталась, и другая предстоят на Директ-Академии. До конца июня мы работаем. Сегодня у нас какие-то проблемы с видео и звуком. К счастью, они почти не коснулись вебинара Марины. Ну что ж, всем всего хорошего. Мы увидимся на следующих вебинарах. Выше мне недоступно. Понятно, сейчас я еще раз, тогда еще раз продублирую это. Так, вот Елена Сергеевна специально для вас еще раз дублирую этот адрес. Я надеюсь, что на сей раз вы его видите. Вот, если вкратце, то сертификаты теперь выдаются на сайте, они не распространяются почтой. Вот, просто поиском найдете свою фамилию и можете свой сертификат забрать. Ну что ж, до свидания, до новых встреч, до новых встреч в Директ-Академии. Встретимся на новых вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok